за выступление. А сейчас я даю слово его превосходительству господину Гуннеру Браги Свенсену, министру иностранных дел Исландии. Госпожа председатель, мир радикальным образом изменился после создания ООН 70 лет тому назад. Организация стала реальной глобальной структурой. 193 государства-члена ООН создала структуру миростроительства, которая следит за созданием рамок прав человека, создала ключевые учреждения, которые занимаются развитием, гуманитарной проблематикой и окружающей средой. Мы видим, идет кодификация международного права под эгидой ООН путем таких веховых договоров, как Конвенция по морскому праву. В тот же самый период ООН была свидетелем о трагедии, драм целого ряда поколений по всему миру в результате нищеты, конфликтов и стихийных бедствий. Организация Объединенных Наций не всегда могла выполнить возлагавшиеся на нее надежды, но это только организация, где все страны могут работать совместно для решения проблем сегодняшнего дня, стремиться предупредить потенциальные проблемы на будущее. Нынешний юбилейный год – это разительный пример того, как нации и мира на форуме ООН могут работать вместе для того, чтобы проложить курс «Будущее» для наших народов. Повестка дня до 2030 года и Одисабепская повестка дня действий – это достижения, которыми мы гордимся. Исландия вместе со многими другими государствами и членами многое сделала для достижения этого результата. Сегодня особо нас радует важность гендерного равенства, расширение прав возможностей женщин – это ключевые аспекты для устойчивого развития. Также с удовлетворением отмечаем то, что управление устойчивое природными ресурсами играет центральную роль в обеих повестках дня. Ликвидация нищеты требует продовольственной безопасности. Добиться этого можно только путем защиты устойчивого управления лишь двумя источниками продовольствия, которые у нас есть. Это океан и земля, неэффективное управление рыболовством. Отсутствие инфраструктуры в этой области обходится нашим обществом в 50 миллиардов долларов США ежегодно. Также обрабатываемая земля размером с Южную Африку становится деградируемой каждый год. Сейчас у нас есть план выправить это. Исландия готова способствовать этим усилиям. Еще одна крайне значимая цель в плане устойчивого управления природными ресурсами – это цель 7. По доступной, надежной, устойчивой современной энергии для всех нам нужно нацеливаться на ликвидацию топлива, основанного на углероде. В то же самое время нужно находить каналы субсидий в секторе ископаемого топлива. 14,5 миллиардов долларов сегодня, направляя их на источники возобновляемой энергии. Это будет хорошим началом. И здесь можно будет на это надеяться и в будущем. Исландия также многое сделала вместе с другими для того, чтобы включить формулировки по неинфекционным заболеваниям, включая неврологические заболевания. Универсальный характер новых общих целей требует от каждого государства работы. На национальном, региональном, глобальном уровнях никто не может добиться успеха в одиночку. Исландия готова сыграть свою роль в реализации этих смелых целей. Госпожа председатель, повсеместно мы видим радикальные последствия изменения климата. В минувшем месяце я участвовал в работе глобальной конференции в Аляске с другими странами Арктики и обращали мы внимание на эффекты изменения климата, которые особо видны в нашем регионе. Температура в Африке растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Неустойчивая экосистема региона все больше в условиях опасности. Общины в Арктике сталкиваются непосредственно с вызовами решения проблем быстроменяющегося климата. Последствия далеко идущие. Уменьшаются ледниковые шапки на севере, и они ведут к повышению уровня моря на юге. Но есть пока еще время, чтобы эти тенденции обратить в пять. Конференция в Париже станет нашим шансом и может быть последним с тем, чтобы мы приступили к движению в устойчивое будущее и приняли решение на основе передовых научных данных. Исландия готова подготовить смелое долгосрочное глобальное соглашение по климату, намеренное вместе с другими старыми странами Европы сократить выброс парниковых газов к 2030 году на 40%. Госпожа председатель, вы просили нас нацелиться на путь вперед для мира, безопасности и прав человека. Когда несправедливость – это повседневный опыт большой части населения Земли, когда у людей нет голода, мир и безопасность находятся под угрозой. Без мира и безопасности нам не добиться устойчивого развития, в то же самое время мир и безопасность не могут использоваться как оправдание для нарушения прав человека. Введение смертной казни не должно оправдываться необходимостью поддержать правопорядок и безопасность. В этой связи дело Али Мохаммеда Аль-Нимра в Саудовской Аравии, несовершеннолетнего, который по сообщениям совершил преступление, особо нас тревожит. Я призываю Саудовскую Аравию выполнить международные обязательства и смягчить приговор. Госпожа председатель, одна характерная черта справедливого гуманного общества – это обращение с меньшинствами и наиболее уязвимыми. Исландия и далее будет продолжать работу с другими для недискриминации, включая на основе сексуальной ориентации и гендерной принадлежности. Права человека предназначены всем мужчинам, всем женщинам, всем девочкам, всем мальчикам. Мы, народы, этот термин включает всех. Исландия и далее будет продолжать быть поборником гендерного равенства, расширения права возможностей женщин вместе со многими другими государственными членами, которые привержены этим задачам. В начале этого года вместе с коллегой из Суринама я совместно принимал успешную конференцию «Барбершоп» здесь в ООН. Цель это вместе с другими мужчинами добиться гендерного равенства. Я видел поддержку компании «Хи Фор Ши» организации ООН «Женщины». В свете успеха Исландия намерена продолжить такие мероприятия в других международных организациях, где мы являемся членами. Госпожа председатель, малость нашего мира резко подчеркивается продолжающейся беженской ситуации и ситуацией с мигрантами, в особенности в Европе, даже до сирийского кризиса. Мы видели отчаянные усилия подчас трагическими последствиями людей, которые бегут из своих стран в поисках безопасного будущего для себя и для своих стран. Поиски лучшей жизни – это не нечто новое. Примерно пятая часть населения Исландии покинула нашу страну в конце 2019 года во силу крайней нищеты и негативных природных условий. Для многих исландцев, миллионов европейцев, которые вынуждены были отправиться в опасный путь в Северную Америку, это был способ выжить. Другие же смогли избежать отсутствия справедливости и политических систем, где у них не было голоса. Нынешний беженский кризис, однако, беспрецедентен в новейшие времена. Термин «миграция» не отражает сложности ситуации. Это настоящий исход. Мы все видели цифры. Только в этом году примерно полмиллиона беженцев-мигрантов пересекли Средиземное море в Европу, и миллионы бежали в соседние страны. И здесь я хотел бы воздать дань уважения соседям Сирии, которые спокойно, решительно дали убежище, подавляющему большинству беженцев. Конфликт в Сирии со сложными причинами в контексте более широких конфликтов в регионе вызвал такие масштабы страданий, которые, по нашей надежде, не должны иметь больше места никогда. Долгосрочное решение должно заключаться в урегулировании конфликта в Сирии и в других странах политическими средствами. Совет Безопасности несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Мы призываем членов Совета Безопасности, всех членов словами устава, объединить свои силы и остановить кровопролитие в Сирии. Ситуация уже имеет последствия, далеко выходящие за пределы региона. Кроме того, гуманитарное обязанное всего мира добиться сокращений страданий беженцев. Все это экстремальные обстоятельства. Они требуют чрезвычайных мер. Правительство Исландии приняло решение выделить 16 миллионов долларов США на противодействие кризису в поддержку жизненной работы, которую ведут структуры ООН на переднем крае, такие как УВКБ, Всемирная продовольственная программа ЮНИСЕФ и приветствовать Большое число беженцев у нас в Исландии. Однако это не игра в цифры. Есть разные обстоятельства в разных странах. Мы делаем все, что можем, но это моменты, определяющие для нас. Исландия, госпожа председатель, подтверждает свою твердую веру в то, что единственный путь к миру между Израилем и Палестиной – это двугосударственное урегулирование. Обе стороны должны в полной мере быть привержены этому урегулирования, они должны воздерживаться от шагов, которые это могут подорвать. Продолжает вызывать глубокую озабоченность гуманитарная обстановка, в особенности в Газе, гуманитарная ситуация палестинцев, где мы продолжаем призывать к снятию блокады. Израиль должен выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву и по правам человека. Это включает незамедлительное прекращение разрушения домов палестинцев, положить конец перемещению палестинцев с их земли. Террористическая деятельность палестинских элементов также абсолютно неприемлема и только лишь может подорвать мир. Осуждаем все акты насилия в отношении гражданских лиц. Безопасность, благополучие гражданского населения на обеих сторонах всегда должно быть обеспечено. Положение в ближневосточном регионе оставляет мало надежды на оптимизм. Вместе с тем, недавно был достигнут триумф дипломатии над конфликтом. Хочу поздравить все стороны в достижении веховой договоренности по совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана. Надеемся, что это соглашение будет способствовать большей стабильности в регионе. Мы должны внимательно относиться к другим спорам, не забывать о них. Они могут разразиться еще больше. Я здесь думаю западной Сахары. В 70-ю годовщину основания ООН мы должны напомнить о базовых постулатах Устава ООН и других документов. Это включает воздерживаться от угрозы применения силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства. Глубокая беспокоенность вызывает то, что постоянный член Совета Безопасности действует в направлении подрыва территориальной целостности другого. Верховенство закона, мирное урегулирование споров имеют жизненно важное значение для малых государств, таких как мое. Госпожа председатель, организация Объединенных Наций не идеальна. Однако я хотел бы дополнить этот постулат тем, как генеральный секретарь Банки Мун подходил к недостаткам организации. Важная работа идет сейчас по активизации Генеральной Ассамблеи. Исландия приветствует резолюцию по этой теме в отношении назначения генерального секретаря. И после того, как восемь мужчин находились на посту генерального секретаря, пришло время, чтобы квалифицированные кандидаты женщины серьезно были рассмотрены на эти важные международные должности. То же самое касается и поста председателя Генеральной Ассамблеи. Гендерное неравновесие на постах высокого уровня должно быть рассмотрено для укрепления авторитета ООН. Исландия давно выступала и выступает за расширение числа постоянных, непостоянных мест соединения безопасности. Это трудный процесс, но мы не можем игнорировать все более сложную ситуацию, которую трудно защитить, опасность, когда Совет Безопасности отражал положение в мире по состоянию на 1945 год. Опасность в том, что авторитет будет постепенно подорван, если мы не сможем отразить реальность сегодняшнего мира. Исландия готова изучить все варианты выхода из этого тупика. Кроме того, Исландия выступает в поддержку инициативы Франции и Мехико ограничить право ВЕТА и подготовить кодекс поведения по действиям Совета Безопасности против геноцида, других преступлений, против человечности, в которых был подготовлен группой государств «Акт». Я благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю министра.